Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Встречаю вас в 59-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать уже достаточно серьёзный виджет с такой уже некой небольшой админкой. Это у нас возможность загружать файлы к нам на сайт через лендинг Adobe Muse. То есть мы можем вставить вот такую некую форму, если где-то это нужно, где человек сможет вам предоставить какой-то документ, файл. То есть вот как это используется, давайте сейчас посмотрим. Изначально я вам покажу, как всё работает. То есть у нас есть поле для загрузки файлов. В настройках можно выбрать, какие файлы можно загружать, какие нельзя. Дополнительные поля, которые обязательны для заполнения. Если мы ничего не заполним или не заполним одно поле, то загрузить не получится, а вылезет окно, где также текст мы можем настроить свой. Также вот эти дополнительные поля, они могут быть отключены в виджете. И оставить можно только поле «Выбрать файл». Давайте протестируем. Я выбираю, значит, какую-то картиночку с пандой. Открыть. И здесь что-нибудь напишу. «Тест», а здесь «Тест 2». И кликаю «Загрузить». И нас выкидывает вот на специальную страницу. Загрузка завершена. То есть это отдельная страница, где вы также сможете настроить под себя со своим текстом. Далее мы можем перейти в админку. То есть у нас будет своя такая админочка. Под загруженные файлы, где мы можем наблюдать дату загрузки. Значит, здесь тип файла, размер файла. В поля дополнительные, что было вписано здесь и здесь. И есть, значит, «Download». Ссылочка «Скачать». Если просто левой кнопкой мыши кликнем, мы сразу увидим в браузере документ. Ну, это может быть PDF и так далее. И здесь есть кнопочка «Удалить», если данный документ нам не нужен. И все документы, они будут здесь добавляться. Все вновь добавлены. И вот сейчас я кликаю «Удалить» и документ удаляется. То есть вы видите, да, здесь реально сейчас админка. Сейчас мы это с вами все пройдем. То есть у нас все работает, здесь все нормально. Давайте сделаем такую вещь. Прежде чем устанавливать виджет на сайт, вы должны понимать, что чтобы даже протестировать данную вещь на вашем сайте, ваш сайт должен быть уже на хостинге залит. Как заливать лендинг из Adobe Muse на хостинг, я уже об этом говорил в бесплатном своем курсе. Вы должны это знать. То есть вот эти моменты я опускаю. У меня сайт уже загружен. Я вам сейчас покажу, как такой виджет подключить и чтобы он работал. Давайте посмотрим в папку с уроком. Вы найдете здесь виджет. И вот такую папку «Аплауд». Вот в этой папке находятся все файлы нашей админки. Нам эту папку нужно загрузить на хостинг к нашему сайту в корневую папку. То есть смотрите, вот я открываю файл Zilla. Для вас уже знакома должна быть вот эта структура файлов. То есть это у нас загруженный сайт Adobe Muse на хостинг. То есть нам нужно именно в корень. Вот вы видите, вот эта папочка «Аплауд». Вы просто сюда загружаете к себе на хостинг всю папку целиком. Как здесь вот выглядит у меня. Дальше. В папке, где залит сайт. То есть, например, это может быть Publish.html. У меня это папка 1. Вы должны поставить права. Правой кнопкой мыши, кликнув по этой папке через программу «Файл Zilla», выбрать в контекстном меню «Права доступа к файлу». У вас должно стоять, как у меня, 755. То есть если мы зайдем внутрь этой папки, мы видим структуру нашего сайта. И надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Далее. Нам нужно подписать к адресу нашего сайта вот это слово «Аплауд». То есть мой сайт выглядит вот так. Я ставлю косую черту, подставляю слово «Аплауд» и нажимаю Enter. Если вы все сделали правильно, вы должны увидеть вот такую страницу. У меня получается мой адрес, косая черта «Аплауд». И подставляется слово «После аплауд» и косой черты «Install PHP». То есть нам сейчас нужно произвести как бы регистрацию. Нам нужно здесь завести свой email, завести пароль, чтобы никто не мог войти в админку нашего вот этого виджета, чтобы могли войти только мы. И также, кстати, еще забыл сказать, уведомления на email должны приходить о загруженных файлах. Но у меня на email ничего не пришло. Скорее всего, здесь не нужно использовать сервис от email. Так как Mail.ru ужесточил свои правила, так что если у вас на email.ru не будут приходить письма, здесь надо сменить ящик хотя бы на gmail.ru или завести почту от хостинга. Так, ну я пока просто для теста подставляю email. То есть сейчас мы просто с вами как бы должны зарегистрироваться как администраторы. Вписываем какой-то свой пароль во втором поле. Нижнее поле – это «Повторить пароль». Здесь вы указываете лимит загружаемого файла. Но это чтобы большие очень файлы не были загружены. То есть это 2,2 мегабайта. И вот здесь вот стрелочками можно прибавлять 2,3. Ниже поля указаны разрешенные форматы для загрузки. Будьте внимательны с этим, не укажите формат здесь «exe». Обычно в таких форматах засовывают вирусы. Только самое необходимое – jpeg, png, gif, zip, rar. Если вам нужно, например, только pdf, тогда вы здесь все удаляете и оставляете только pdf. Или если вы хотите сюда добавить какие-то дополнительные расширения, расширение, ставите запятую и добавляете расширение. После всех манипуляций вы нажимаете вот на эту кнопку внизу «Install Now». То есть мы произвели сейчас установку. То есть, грубо говоря, регистрацию. И здесь у нас идет пояснение, что нужно сделать. Смотрите, у вас вот здесь вот будет свой адрес. Вот где я выделил. Вы его, свой адрес копируете целиком. Вот как я копирую весь адрес вместе с «Opload». Можно нажать на кнопку «Login into admin», то есть войти в админку. Здесь подставляется ваш email и пароль. Дальше нажимаем «Login in». И здесь мы попадаем непосредственно в саму админку, где здесь мы можем наблюдать добавленные файлы. И есть такая кнопочка. Если мы кликаем здесь, мы можем изменить. Email адрес, пароль, лимиты и загружаем мы расширение. То есть, если это нужно, да. И потом мы нажимаем на кнопку «Update settings», то есть обновление настроек. Или если вернуться назад, просто нажимаем «Cancel». То есть «Cancel» — закрыть. И просто можем войти опять в админку. Все, с админкой здесь разобрались. Теперь переходим в Adobe Muse. После установки виджета в Adobe Muse раскрываем папку с виджетом. И у нас здесь в папке три файла. Мы вытягиваем на холст только «Mega Upload all in on one». То есть «Все в одном». Но если, конечно, вам удобно. Что значит «Все в одном»? То есть, если мы вытянем вот этот элемент, то здесь будут только настройки. Для него остальные настройки, там, цвета, размер шрифта, шрифт. Для него вытягивается вот еще один файл. То есть, это один и тот же виджет, только он разбит как бы на две части. Если удобно. Но мне удобнее, чтобы у меня были все настройки в одном виджете. Поэтому я вытягиваю только вот его. Итак, в настройках давайте посмотрим. Первое поле. Предполагает, что можно на одной странице использовать до нескольких таких форм загрузок. Я не пробовал, честно говоря, не знаю. То есть, это ID. Можно его менять и попробовать несколько форм, если это нужно. Вот в этом поле вы удаляете все, что там написано, и вставляете тот адрес, который я вам сказал. Ваш сайт. Слэш. Аплав. Дальше в этом поле мы можем менять также возможность загружать те или иные расширения. Нижнее поле это у нас текст, который отображается выше всей формы. Здесь нам нужно поменять его на русский. Вы его просто отсюда копируете. Можете воспользоваться, например, Google Translate. Просто вставляете здесь поле, и его здесь переводится на русский. Выберите файл. И здесь просто его заменяете. Чтобы было все на русском. Дальше вот это дополнительные поля. Их, кстати, можно отключить. Также здесь можете переименовать текст на свой. Вот здесь галочка. Если я кликаю, то дополнительное поле, оно здесь отключается. Вот это поле второе, например, тоже хочу отключить. Оставить только форму загрузки, да. И кнопка загрузить. Дальше. Вот этот текст. Смотрите, вы его должны заменить просто на русский в этом поле. Опять идем в Google Translate. И здесь вот видите, как переводится. Все поля обязательно для заполнения. То есть, если человек какое-то поле не заполнил, для него высветится этот текст. Я вам уже это показывал. Поэтому здесь вы его меняете на русский. Enter. Ниже текст. Это тоже текст предупреждения. Ctrl-A. Копировать. Также его давайте переведем. Переводится, как вы не можете загружать файлы с этим расширением. То есть, это если кто-то пытается загрузить расширение, которое у вас запрещено загружать. Например, .exe. Вставили и Enter. Дальше у нас идут поля, где вы должны подгрузить вновь созданные страницы. Вот первое поле. Здесь страница успеха. То есть, после того, как человек все правильно сделал, добавил файл, заполнил все поля, ничего не нарушил, нажимает на кнопку Applauds, тогда его автоматически перебросит на заготовленную страницу, которую вы пропишете здесь. Нижнее поле – это страница неудачи. То есть, человек что-то не так сделал, нажал на кнопку загрузить, и ему покажется страница, которую вы укажете здесь, с текстом, который вы тоже придумаете. Например, не удалось загрузить файл, попробуйте еще раз. Или что-то в этом духе. Давайте я вам покажу. То есть, смотрите. Вот у меня дополнительная страница успеха. То есть, здесь я просто текст написал. В режиме наших всех страниц вы просто название по-английски страницу называете, потом вы копируете это название. Идем сюда. Первое поле – это страница успеха. Аккуратненько удаляйте текст, но оставляйте точку HTML. Удаляем. И вставляем название нашей страницы. И Enter. Все, страницу мы подключили. Здесь я не делаю, так как аналогичная ситуация, только для страницы неудачи. Это сделаете вы без меня. Дальше. Фонд. Это шрифты для всевозможных вот этих вот текстовых элементов. Оставляем или меняем на свой. Border Color. Это цвет для рамок. То есть, вот этих наших полей. Ну, просто меняем цвет, и сейчас визуально вы увидите. Border Size – это размер этой рамки. Делаю 3 пикселя побольше. Вот вы видите, здесь вот появилась такая рамочка. И вокруг каждого поля такая будет рамочка. Background Color – это заливка вот этих вот полей. Вот сейчас я вам одно поле включу, чтобы вы видели, где это заливается. Также беру такой же цвет. И смотрим. Вот вы видите, да, поля заполнились таким желтым цветом. Font Size – размер шрифта. И ниже Font Color – цвет для шрифта. Для какого шрифта, давайте посмотрим. Я беру темно-зеленый. Это у нас, скорее всего, для текста, который мы вводим в поля. Давайте посмотрим в браузере. Вот я набираю текст в поле, да. Вы видите, он темно-зеленого цвета. Как раз этот цвет нужен здесь. То есть, вот этот цвет, да, это текст, набираемый в полях. Соответственно, Font Size – размер шрифта также предназначен для как раз-таки вот этого текста, который вы набираете в полях. Padding – это внутренний отступ. Ну, здесь можете оставить. Все, в принципе, нормально стоит. Margin Button – это внешний отступ кнопки. Следующее – Font Size и Font Color – это цвет, значит, полей, вот этих вот текстовых слоев, которые над полями. Вот давайте попробуем изменить, и я увеличу шрифт до 18. Вот вы видите, вот эти текстовые слова, которые над полями, они стали крупнее, и сменили цвет. Дальше Margin Button – понятно. Также это внешний отступ кнопки. В принципе, все стоит как надо, я ничего не трогаю. Следующие настройки вам не видны, сейчас я вам сделаю, чтобы вы их видели. Дальше идут настройки самой кнопки. Вот она у нас зеленая, то есть текст на кнопке, там по-английски написано. Вы пишите свое здесь значение, например, загрузить, и нажимаете Enter. Текст на кнопке сменился. Дальше Background, то есть заливка кнопки на зеленый, делайте своим цветом. Здесь уже все понятно. Background Color при наведении на эту кнопку, меняете цвет на свой. Font Size – это размер шрифта текста, который находится на кнопке, то есть слово «загрузить». Font Color, то есть это цвет этого текста на кнопке, видно белый, на желтом смотрится не очень. Я делаю темно-зеленым. И также при наведении можно поменять цвет текста при наведении мыши, но я оставлю его таким же зеленым. Padding – это внутренний отступ. Именно этого текста на самой кнопке. Он смотрится, находится там, где нужно, поэтому я здесь ничего не трогаю. В принципе, у нас уже все готово. Вот они все настройки. Если вы за мной повторяли все правильно сделали, то у вас никаких проблем не будет. Потом, как можно заменить изображение на свои. Вот здесь вот видно на кнопочке, есть такая стрелочка. Это иконка PNG, если вы хотите заменить ее на свою. И потом, когда файл загружается, можно прелоудер поменять на свой. Как это делается? Смотрите, в папку Upload, если зайдем, дальше есть папочка Images. Заходим сюда, и здесь все картинки, которые вы можете заменить на свои. Вот иконочка, эта стрелочка. Вам нужно просто свою иконочку сделать такого же размера 32х32 пикселя, назвать ее так же Upload, как она есть, и расширение PNG. И на сервере уже, на хостинге, ее просто заменить на свою. И вот он, пожалуйста, loading, то есть preloader.gif. То же самое делаете вы с этой иконочкой, то есть если хотите свой уникальный preloader здесь загрузить. Не путайте, вам надо не в эту папку здесь это все поменять, потому что это просто папка на хостинге. Вам нужно именно пойти в файл Zilla, и здесь в папке Upload заменить эти элементы. То есть зайти в Image, и вот они. Loading.gif заменить на свою, и так далее. И Upload. На этом урок я заканчиваю, и увидимся с вами в следующем. Упийск. ПОДПИШИСЬ! 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 Идем посмотрим! ПОДПИШИСЬ! Уф! В 갈е очки! ПОДПИШИСЬ!